Продолжение следует... А вы в курсе, что сочинские школьники теперь изучают и китайский язык? Если нет, то не переключайтесь. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. И сегодня мы поговорим о сочинском образовании. И гость нашей студии сегодня начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева. Ольга Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и начать хотелось бы наш разговор вот с чего. Сочи, это стало уже традицией, является пилотной площадкой для реализации массы проектов, масштабных проектов. И федеральных, и региональных. Вот отрасль образования в этом смысле является ли исключением или нет? Нет, конечно. Мы участвуем во всех программах, которые есть в крае. В первую очередь, это строительство дошкольных образовательных учреждений, создание мест для ликвидации очередности. По данной программе сейчас достраиваются три новых детских сада. Общим количеством мест 820, но с оптимизацией мы доведем количество мест до 1400. Это детские сады в Кудепсте, Волковке и в центре Лазаревского района на улице Колораж. Это будут новые, современные, оборудованные детские комбинаты, где детки смогут получать дошкольное образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Также надо сказать, что во всех детских садах мы промониторили помещения с целью эффективного их использования. И муниципалитет выделил 67 миллионов рублей на ремонт данных помещений с целью переоборудования их подгруппы. Было отремонтировано 47 образовательных организаций. Скажу так, потому что не только детские сады попали в эту программу, также школы и центры дополнительного образования. И мы создали новые группы и новые места. Всего суммарно 1041 место. В настоящее время в наших школах созданы, в семи наших школах созданы дошкольные группы полного дня. С четырехразовым питанием, со сном. Это здорово, потому что в данном случае школа имеет дошкольную ступень и может обеспечивать преемственность между дошкольным и основным образованием. Вот вы сказали три новых детских сада. И все-таки удастся ли к 2016 году, как это требует правительство нашей страны, эту очередь как-то ликвидировать? Получится у нас в городе? К 1 января 2016 года с помощью всех альтернативных форм мы ликвидируем эту очередность. Но на этом останавливаться невозможно. В городе Сочи у нас достаточно большой приток мигрантов и хорошая рождаемость, что радует. И нам надо продолжать строить. Мы в краевую целевую программу подали пять новых объектов. Знаем, что один уже рассматривается в Министерстве строительства и в Министерстве экономики края. Это детский сад по улице Астраханской в Лао. Также три пристройки и еще один детский сад на Мацесте. Общим количеством мест более 600. Мы не в состоянии, конечно, самостоятельно решить эту проблему, поэтому обращаемся к краю и нас слышит наше Министерство, Министерство экономики. Помощь чувствуется. А что касается школ, новые учебные заведения появятся где-то? И вот очередь в школы сегодня наблюдается? Конечно, детское население увеличивается в городе Сочи и увеличивается количество учащихся в наших школах. Процент увеличения велик и только за последний год прирост детского населения составил более 3,5 тысяч детей. Что касается второй смены, то у нас не самая плохая ситуация в крае, но она тоже проблемна и требует своего решения. Вы сейчас говорите о том, что хотят всех детей перевезти в первую смену, а вторую полностью убрать. Да, об этом вы хотите сказать? Да, совершенно верно. В городе Сочи, как и во всем Краснодарском крае, мы идем в ногу с нашим Министерством образования и науки Краснодарского края. Каким образом мы справляемся с этой проблемой? Разработана дорожная карта в крае, в нашем Министерстве образования и науки и в городе Сочи, которая утверждена постановлением главы. По данной дорожной карте мы должны построить 8 пристроек к школам, 9 новых зданий и произвести одну реконструкцию. Все земельные участки определены. Мы не останавливаемся на достигнутом, потому что пока денег нет и пока типовых проектов нет, мы их ждем. Мы посмотрели эффективное использование школьных помещений. Может быть, не всегда эти меры популярны. Например, у директора большой кабинет или учительская занимает большой кабинет, который можно использовать под классную комнату. Переведя директора административный состав, учительский состав в другие помещения. То же самое касается бухгалтерии школьной, книжных фондов. Вот в этом направлении мы сейчас работаем. И даже вот такими путями, малозатратными формами, ну по сравнению, конечно, со строительством школ и пристроек, мы решаем эту проблему. Порядка 1300-1400 мест мы ликвидируем во вторую смену малозатратными финансовыми формами. Что касается школ, всех интересует, конечно, будет ли построена школа на Мамайке. Да, проектирование ведется очень активно. Оно еще не закончено, экспертизы пока нет, но в ближайшем будущем и глава города Сочи, Анатолий Николаевич Пахомов, держит этот вопрос на контроле. Мы приступим к строительству. На сегодняшний день готовы уже проекты. Проведены экспертизы по двум учреждениям. Школа номер 88, Верхняя Беранда, и школа номер 84, Совет Кваджи. Это школы с дошкольной ступенью, с детскими садами, есть все уже в 88-й школе. Даже начато строительство, ждем софинансирования, будем подавать в краевую целевую программу. А вообще край нам помогает очень много и во всех наших проектах. Это и доступная среда. В этом году 8-я гимназия станет доступным учреждением для всех детей и родителей с инвалидностью. Будет лифт построен в 8-й гимназии, внешний. Это программа по безопасности образовательных учреждений. Мы меняем ограждения в наших школах и дошкольных учреждениях. Это программа по ремонту спортивных залов. В этом году отремонтировали 4 огромных спортивных зала в школе номер 18. В листе ожидания стоят 95-й лицей, 2-я школа. Ну и, конечно же, детские сады. Эта программа будет продолжаться вместе с краем. Мы поговорили о строительстве. Давайте теперь об образовательных программах. Вот я уже сегодня говорила о том, что сочинские школьники начинают изучать китайский язык. В какой школе реализуется эта программа? И какие, может быть, еще интересные языки сегодня изучают наши сочинские школьники? Во всероссийском перечне олимпиад 24 олимпиады. Краснодарский край, ну и город Сочи, конечно, участвует 21. Какие же три олимпиады, в которых мы не принимали ранее участие? Это олимпиада по китайскому, итальянскому и испанскому языкам. И принято решение. Мы вошли в пилотный проект вместе с городом Краснодар и городом Новороссийск по изучению этих трех языков. Конечно же, углубленное изучение иностранных языков – это в первую очередь гимназии. Но и другие школы могут тоже подключаться, создав условия для изучения этих языков. Китайский язык изучается в гимназиях номер 8, 15, 16 и 6. Приятно, что у нас уже начали изучать итальянский язык в 6-й гимназии. И изучается испанский язык в 1-й и 76-й гимназиях. Ну а что это за преподаватели? Или, может, кого-то будет приглашать носителей языка? Есть вот такие идеи, такие перспективы? Нет, к сожалению, не носители языка, но для этого… Не, может быть, приглашать. Есть аргументы, да, почему нет. Мы пригласили у нас преподавателей китайского языка, приглашенные специалисты, конечно. В городе Сочи недостаточно специалистов подобного уровня для преподавания этих языков. Ну и давайте еще немножко поговорим о нововведениях. Вот есть информация о том, что после начальной школы дети будут сдавать экзамены, чтобы перейти на новую ступень. Если это так, то с какого времени уже ждать вот этих вот новаций? Страшное слово «экзамен» можно заменить всероссийской контрольной работой, что, собственно говоря, имеет место быть. Да, и это будет, это будет контрольная работа, дети будут находиться в своих классах со своими учителями. Все будет достаточно комфортно для детей. Да, это срез качества знаний в начальной школе для перехода на основную ступень. Когда начнется уже вот первая сдача экзаменов? В этом году? В этом году. В этом году, да? Да, очень интересно. А вот что касается все-таки ЕГЭ и ГИА, вот этих замечательных экзаменов наших, что нового, какие вот новинки ждут уже выпускников этого года? И здесь, конечно, в этом вопросе сочинцам надо быть в курсе того, что есть нововведения. Они не такие масштабные, как в прошлом году, но, тем не менее, ряд предметов, а именно история, общество, знания, география, информатика и КТ, не будут иметь теперь тестовую часть в контрольно-измерительных материалах. То есть детям надо надеяться на свои силы, не применяя уже угадайку в выборе правильного ответа. Что касается контрольно-измерительных материалов, впервые в этом году мы будем получать в пунктах проведения экзамена материалы по литературе непосредственно перед экзаменом. И сканируя уже заполненные контрольно-измерительные материалы детьми, будем отправлять их на проверку прямо из пункта проведения экзамена. Пунктов у нас запланировано 13. Всю предварительную работу мы уже провели. Будет увеличиваться процесс охвата онлайн-наблюдением в аудиториях до 90%. Провели уже большую работу по созданию базы. Включены 1220 выпускников. Определены руководители пунктов проведения экзамена, координаторы единого государственного экзамена, организаторы в аудиториях и дежурные. В общем, работа ведется и новшеств каких-то больших не ожидается. Во всяком случае, учащиеся на себе не сильно ощутят эти новшества. В организации постоянно процесс совершенствуется, но он остается объективным. Ну вот ученики уже не боятся вот этих трех букв ЕГЭ, ГИА. Вы знаете, нынешнее поколение 11-классников пришли в школу, когда этот экзамен уже проводился. Поэтому ко всему человек привыкает. И я говорю, что процесс не так страшен, как его представляют. Ну и давайте еще затронем тему внеклассной работы. Это тоже очень большой пласт. Глава города Анатолий Николаевич Пахомов ставит задачу, чтобы дети были заняты после школы, ходили в кружки, секции. Как много их сегодня? Есть ли они, может быть, в сельских школах? Есть ли возможность у детей их посещать? Отрасль образования не в одиночку работает с этой проблемой. Конечно же, у нас есть кружки, секции, специализированные школы в отрасли культура, в отрасли спорт. Что касается образования, то у нас 9 спортивных школ и 12 центров дополнительного образования различной направленности. Творческой, интеллектуальной. Мы занимаем, пытаемся занять всех детей поголовно. Конечно, мест в музыкальных, художественных, спортивных школах не хватит на 53 тысячи детей. Каким образом мы решаем проблему всеобщей занятости? Ну, конечно же, это спортивные клубы и кружки при школах. Для этого, кстати, тоже Край выделяет деньги для организации подобной работы в школах из краевого бюджета. Мы на сегодняшний день имеем занятость 90% всех школьников во всевозможных секциях и кружках. Кроме того, в каникулярный период, конечно же, большое количество мероприятий, лагеря, походы. Все это имеет место быть и школьники должны быть заняты постоянно. Как раз-таки не так давно закончились дошкольные каникулы. Как вы можете оценить, как отработал город, как отработали учреждения дополнительного образования? Было достаточно мероприятий. Наши школьники участвовали во всем абсолютно, в городских и районных мероприятиях. Не сократят ли тогда финансирование на различные кружки, секции? Вот есть информация, что лагерь Большой Кичмай, вот этот проект уже будет закрыт. Школьники не будут больше посещать его. Это так? Нет, информация не совсем правильная. Лагерь Большой Кичмай, может быть, изменит свое название, потому что место проведения будет другим. Но в обязательном порядке туристко-краеведческая работа будет вестись. И подобный лагерь – это не только наше нововведение и наше ноу-хау, это еще и возможность эффективно использовать краевое туристическое оборудование. То есть в походы дети будут продолжать ходить, это направление будет туристически развиваться? Обязательно, обязательно. Может быть, не самое удачное мы место выбрали для дислокации этого лагеря, потому что место находится недалеко от реки, это подтопляемые участки. И три года мы проводим данный лагерь, три года в какую-то смену эвакуируем детей. Это, конечно, для детей приключения. Рядом находится 90-я школа, всем очень весело. Но проблемно для родителей, конечно, мы переживаем, нервничаем для учителей. Ольга Николаевна, спасибо большое. Очень интересная получилась, мне кажется, беседа. И осталось еще очень много актуальных вопросов, мне кажется, которые можно обсудить. Значит, мы еще не раз встретимся в этой студии. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо. Ну, а время нашей передачи подходит к концу. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.